Недавно Китай отпраздновал значимую дату на основании своей страны. Азербайджанская сторона уже поздравила своих китайских друзей с праздником. Министерство иностранных дел пожелало правительству и народу Китая мира и процветания. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Китайской Народной Республики. Он сказал, что Китай сегодня является одной из ведущих стран мира благодаря своему глобальному и динамичному развитию. Глава государства выразил уверенность, что Китай является для Азербайджана надежным партнером и дружественной страной. Ярким примером крепких дружеских отношений, доверия и солидарности между Баку и Пекином является взаимная поддержка во время кризиса с коронавирусом. Также Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан придает большое значение развитию отношений с Китаем, дальнейшему расширению сотрудничества, но при этом Баку удовлетворен расширением и насыщением двусторонних отношений новым содержанием, основанным на старых и богатых традициях. Он выразил уверенность, что шаги, предпринимаемые в рамках проекта «Один пояс, один путь» взаимовыгодного сотрудничества, основанного на взаимном доверии и взаимной поддержке в двустороннем и многостороннем форматах посредством совместных усилий Баку и Пекина работает на благо обеих народов. Экономист Равшан Ибрагимов заявил, что отношения Азербайджана с Китаем всегда были на высшем уровне. Исторически Китай и Япония были первыми странами Азии, где Азербайджан открыл свои дипломатические миссии. Президент Гейдар Алиев совершил один из первых азиатских визитов в Китай, сказал он. Важнейшим экономическим аспектом наших отношений является торговля. Кроме того, Китай заинтересован в развитии инфраструктуры для транспортировки своих товаров в рамках проекта «Один пояс, один путь». Помимо этого проекта, Китай также активно использует маршрут через Каспийское море и железнодорожную линию Баку-Тбилиси-Карс. Китай также планирует инвестировать в азербайджанские проекты огромную сумму – около 800 миллионов долларов, сказал Равшан Ибрагимов. Что касается реабилитационного проекта в Карабахе, то здесь до сих пор нет активного участия Китая. Но это не значит, что он не состоится. Вполне возможно, что Китай наряду с другими странами примет активное участие в восстановительных работах. Основная формула для Азербайджана – вовлечение дружественных стран в возрождение Карабаха и Зангизура. И Китай – одна из таких стран, заключил экономист.